Жители домов 70 и 72 по проспекту Ленинского комсомола столкнулись с неудобством из-за проводимых работ в их дворах по обустройству парковочных зон. Подрядчик, выигравший торги на укладку асфальтового покрытия и установку бордюрного камня компания Дорсервис, не может приступить к работам в полном объеме, хотя на информационном щите дата окончания работ 31 июля. Я живу в 70 доме, у нас должны были это все закончить до 31 июля, а так я разговаривал, у них как-то не согласовано, одна у них контора, которая асфальт укладывала, а вторая даже не знает, кто будет деревья сносить. Это уже тянется несколько недель, а уже не помню. Половину они сделали, бордюры, а это все снесли и ничего не делается. Между ведомствами не согласовано было, они сами делают и не знают когда. В данный момент производится опиловка деревьев, растущих на территории. Этим занимается другой подрядчик ООО «Лавита». Работы начались в пятницу, согласно заключенного контракта. И продолжается уже четвертый день. Все идет в графике. Когда нужно закончить? Ну, предположительно, в понедельник, на следующей неделе, то есть по договору. Однако, по информации, полученной из администрации городского поселения «Видное», компания «Лавита» начала работы по пиловке деревьев с опозданием на 10 дней. И из-за этого Дорсервис не может приступить к дальнейшему благоустройству. Стоянка, конечно, машин очень много развелось, надо где-то им стоять. Но вот это то, что делают, мне кажется, это полный бардак. Полный бардак. Выходят за счет деревьев, за счет зеленого насаждения. У нас все уголочки, все это, все спиливают, все. Ну, ломать не строить, конечно. И дороги нужны, и машинам надо где-то вставать. Ну, вот это вот то, что сейчас творится, это, конечно, безобразие. Естественно, каждый двор нуждается в удобной парковке. Однако дома, о которых идет речь, строились в те годы, когда транспортный вопрос не был так актуален, как сегодня. Придомовые стоянки не были рассчитаны на такое количество автомобилей. Мы давно этого ждали, но лет пять, наверное, мы добивались этого. Наконец-то к нам пришел праздник, и мы и наши жители дома не против, и давно этого хотели. И относимся к этому очень хорошо. А деревья мы посадим, еще вырастут молодые. Сзади еще там есть место, где можно посадить деревья. А до этого у нас было здесь, можно сказать, болото. И мы добивались этого пять лет. Как заверили в городской администрации, работы по благоустройству придомовых территорий завершатся в ближайшее время.